Дорогие мои друзья, мы желаем со Стефаном вам спокойной ночи. Да, Стефанюш? Ты всегда со мной, мой родной. Ты всегда со мной, мое золото. Ты всегда рядышком, мое солнышко. Хромкотит, мой родной. Он немножко грустит последнее время. Мне приходится в сад все время ездить теперь. И он грустит. Он же привык у меня к ласке. Да, Стефанюш? Ты к ласке привык, моя звездочка. Мамка все время куда-то уезжает. Ах она такая, уезжает. Да ты моя радость. Вот он какой красивый. Ты такой красивый у меня. Ты моя звездочка. Да, вот так вот давай. Так вот тебе почесы маленько. Как он любит эти почесы. Красивый ты мой. Ты у меня красивый? Конечно. Я немножко перед сном почитаю. Хороший, кстати, бестселлер. Деловой бестселлер. Сила простоты. Вы не знаете, такие вещи объясняются. Да, Стефанюшка? Мы с тобой перед сном почитаем. Может, станем умнее. Я долго не буду вам объяснять, но прочитаю. Почему люди так боятся простоты. Сейчас я на Стефану направлю, чтобы у вас была картинка. Простак Сеймон повстречал на ярмарке булочника. Говорит ему Простак. Покажи-ка свой товар. Булочник и отвечает. Где же денежки твои? А ты знаешь, был ответ. Денег у меня и нет. Шарль Перо. Сказки матушки Гусени. В общем, как объясняют авторы, да, что человек боится проявляться, да, и наши страхи заключены в семи пунктах, которые они выделили. Ну, это я уж вам так устно объясняю. Ну, сейчас зачту, чтобы было яснее. Когда психологов спрашивают об этой боязни, выражения их лиц изменяются, понятное дело. Сотрудник Института человеческих взаимоотношений в привеском университете Джон Ковард выделяет семь общих типов страхов. Каждому из нас присущи некоторые из них. Боязнь неудачи. Боязнь секса. Боязнь самозащиты. Боязнь доверять другим. Боязнь думать. Боязнь говорить. Боязнь остаться в одиночестве. Мы пришли к выводу, говорят они, что нежелание быть простым или искать простые решения возникает из страха под номером пять. Боязнь не думать. Проблема состоит в том, чтобы вместо того, чтобы мыслить самостоятельно, мы полагаемся на интеллектуальные способности других людей. Мышление не только тяжелый труд. Многие люди боятся его как такового. Податливость, покорность, готовность следовать рекомендациям других. Да ты мой золотой. Экономит умственное усилие. Люди становятся зависимы от других в отношении умственной деятельности и в любой трудной ситуации. В первую очередь ищут защитников. Боязнь думать оказывает сильнейшее воздействие на информационный бизнес. Некоторые следователи даже высказывают сомнения в его будущем. Ну, в общем, сейчас сама немножко почитаем. А вам, дорогие мои друзья, спокойной ночи, сладких снов. Да, Стефанюшка, ты моя роднулечка, ты моя золотая. Вот он у нас какой красивый. Красивый мой друг. Так, завтра на работу. Ты опять у меня будешь один. Так что такие дела, мои дорогие друзья. Вечерние, ночные. Мы со Стефанюшкой желаем вам спокойной ночи. Всего самого-самого доброго. И пусть предстоящая неделя принесет вам успех, благополучие и радость. Всего вам доброго, дорогие мои. Пока.